всем добрый день вы на канале вязание от ангелины азимок сегодня хочу показать вам вот такой узорчик он достаточно старенький часто мелькает на экранах интернета но я его раньше видела только вертикальном вязании а вот именно в шале вот первый раз поэтому решила обязательно с вами поделиться потому что вязание невероятно красивая как можно было упустить вот такой узор для шаль очень красиво хорошее расширение такая красота попалась мне на глаза и чтобы не забыть не потерять я решила обязательно связать поделиться с вами 5 воздушных петель замыкаем в кольцо и наша задача провязать столбики с накидом 1 2 3 3 воздушные петли 1 2 3 и давайте посмотрим нам нужно связать 1 2 3 4 4 группы по 3 столбика между ними 3 воздушные петельки чтобы не тратить ваше и мое время вяжем 4 группы по 3 столбика связали нашу начальную группу 1 2 3 4 теперь 4 воздушные петли 1 2 3 4 4 воздушные петли будет все будут всегда для перехода на следующий ряд воздушную арочку вяжем боковую группу это очень удобно для меня название чтобы определение чтобы всегда вы знали 3 воздушные петли кто в самом начале и в самом конце вяжется одинаковое количество столбиков и воздушных петель и я называю это боковой группа вот три столбика 3 воздушные петли 3 столбика вяжем еще три столбика 1 2 3 между арочку столбик без накида крепимся и вяжем наш первый пышный столбик 1 2 3 воздушные петли 1 2 3 4 4 вытягивания 4 накида и последним накидом провязываем все вместе 1 2 3 воздушные петли и в первый столбик вот первый столбик который перед нами мы вяжем столбик без накида закрепили 1 2 3 воздушные петли и вяжем парочку боковую группу туда и обратно то что мы сейчас с вами делали чтобы не занимать времени дали боковую группу в одну сторону 4 воздушные петли повернули и опять боковую группу связали 3 воздушные петли у нас будут всегда смыть и что мы делаем мы вот наш пышный столбик мы за ту дужку который шла не с этой стороны а с другой стороны вяжем столбик без накида и повторяем 1 2 3 наш пышный столбик то есть мы всегда будем вязать за ту дужку которая дальше от нас два три четыре всегда как бы будет получается что она идет у нас в другом направлении в одну сторону и в другую 3 воздушные петли 1 2 3 тоже будем вязать себя всегда закрепили за первый столбик и делаем повтор 1 2 3 вяжем 3 столбика 3 воздушные петли 3 столбика и поворачиваем и вяжем тоже сам боковая группа у нас связано берем 3 воздушные петли вяжем и делаем расширение вот последний столбик боковой группы вяжем столбик без накида 3 воздушные петли и в эту же точку 1 2 3 4 провязали 1 2 3 воздушные петли теперь смотри что мы где мы опять в это же место вот где наша косичка которая дальше от нас столбик без накида и вяжем пышный столбик вначале всегда 3 воздушные петли потом за косичку за воздушные петли 2 3 4 провязали 1 2 3 воздушные петли и за нашу боковую группу за 1 столбик который ближе к нам вяжем расширение то есть мы вяжем такой же пышный столбик как самом начале как часто надо расширять я еще скажу 3 4 расширять мы будем через ряд вот в этом ряду мы расширили следующем мы не будем 123 воздушные петли боковая группа туда и обратно и мы начинаем вязание нового ряда узора нашей очень красивой шами вот то есть у нас расширение было раз-два пышных столбика и потом мы начинаем расширять точно так же когда у нас будут в наших первых рядах 2 пышных столбика мы вяжем 3 5 2 3 это я вам покажу вот на примере допустим узора которую я уже начинала вязать пробовала сама вот то есть раз-два потом идут добавления через раз вот один раз пустой пустые столбики один раз расширение один раз пустые расширения пустые то есть через раз нужно вязать будет расширение что такое через раз на так 3 воздушные петли довязываем боковую группу что хотела еще сказать наш узор всегда вяжется одинаково все ряды одинаковые у нас здесь нет никаких новых узоров или новых вязаний всегда вяжем боковую группу провязали всегда вяжем 3 воздушные петли провязали всегда вот у нас тут один пышный столбик мы довязываем 2 как точно так же как вязали 1 2 3 4 и 5 10 столбик без накида 3 воздушные петли и задушку которая не ближе к нам а дальше мы вяжем пышный столбик 1 2 3 и 4 4 одинаковые всегда 3 воздушные петли 1 2 3 тоже всегда одинаково вяжем за дальнюю дужку от нас вот то есть каждый ряд каждый ряд в этой шале повторяется не добавляя ничего нового 1 2 3 но узор складывается очень красиво 1 2 вытягиваем ниточку и накид делаем 3 4 не забываем 3 воздушные петли всегда всегда и в начале и в конце пышного столбика видите как они складываются красиво опять не за эту дужку а за дальнюю дужку 1 2 3 довязываем наш пышный столбик то есть шаль настолько просто вяжется и она так красиво смотрится очень бы такие вещи 1 2 3 воздушные петли присоединяем первому столбику который ближе к на 1 2 3 и вяжем боковую группу вот и все представляете вот и все и в том моменте когда у нас по два пышных столбика мы начинаем вязание нового когда один мы довязываем 2 вот когда делать расширение через раз вот в этом ряду мы расширение не делали мы просто присоединили а в следующем мы будем делать расширение вот такое простое вязание боковую группу вяжем самый важный момент это когда делать расширение мы сейчас с вами проговорили говорю еще раз связаны два пышных столбика и значит в этом месте первым и последним мы вяжем новый когда один пышный столбик мы не вяжем 3 воздушные петли связали в первый столбик столбик без накида и делаю то что мы с вами уже делали несколько рядов вижу пышный столбик вытягиваем накид 1 2 3 и 4 вязать можно до бесконечности в зависимости 1 2 3 воздушные петли сколько у вас не так за дужку которая дальше от нас 1 2 3 средняя шаль полтора метра бактус я вижу обычно метр я люблю бактус и за то что для меня это шейный платок в любой момент вместо шарфа отделу пошел грудь шея закрыта 1 2 3 и на подарочки очень красиво связал бактус как шарфик и подарил и детям и взрослым и это 100 нужный подарок 4 то есть вязание каждого ряда повторяется но вот вообще нету никаких новых вязаний и смотрите как красиво получается 1 2 3 всего-навсего перешли и связали 1 2 3 пышный столбик 1 2 3 и 4 1 2 3 раз мы уже вяжем 3 значит пришло место время вязать самом конце самом начале до новый раз два три и мы вяжем 1 2 3 4 пышные столбики нужно до научиться вязать вытягивать ниточку на одинаковом расстоянии это описать на все получится главное пробовать 1 2 3 1 2 3 вот такая красота у нас с вами получилось буквально тут вот за пять минуточек то есть шаль вяжется очень быстро очень легко понятно схема у меня к сожалению нет это я нашла узорчик также видео только было иностранное мне очень хотелось его повторить я решила вот тоже по движениям рук провязала я надеюсь что вам узор понравится как мне всем приятного просмотра до новых встреч и обязательно давайте свяжем такую красивую шар спасибо что досмотрели мой ролик до конца подписывайтесь на канал ставьте лайки и пишите комментарии для меня это очень важно